Чеченскому спортсмену понадобилось менее двух минут для того, чтобы одержать победу над бойцом из Германии. С самого начала поединка Мусаха Манаев начал действовать по принципу лучшей защиты это нападение. Несколько ударов на стойке, обмен приемами в партере и вот он, болевой, который полег за стопой не только поражение Даниэля Вайхеля, но и разрыв связок коленостопа. Сегодня обладатели чемпионского пояса по версии Международной организации смешанных единоборств М1 встречали друзья, родственники и даже те, кто просто смотрел трансляцию боя по телевизору. Бой Мусы Хаманаева с Даниэлем Вайхелем прошел 21 числа в Петербурге. Это вторая встреча Мусы в России. На протяжении трех лет наш спортсмен тренировался и выступал в Европе. На родину чемпион вернулся лишь полгода назад. Впрочем, к прошедшему поединку чеченский боец готовился в Голландии. Готовился к длительному бою на пять раундов, но пришлось импровизировать. Получилось, что закончился бой быстро. Я постарался, чтобы он быстро закончился. Это не первая победа Мусы Хаманаева на международном уровне. В 2008 году он становился чемпионом мира по боевому самбо. Чеченскому бойцу всего 24 года. Есть все предпосылки, что второй титул в карьере будет далеко не последним. Тамерлан Гучигов, Нурит Эпиев, Артур Яхьяев. Новости.